Привет, дорогие друзья, с вами Алекс, и мы продолжаем играть Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы России. Как вы видите, мы остались в этой пропасти, и нам сейчас нужно, короче, вылезти наверх. Так, давайте найдёмся дорожку, откуда мы вообще улетели. Просто посмотрите, насколько маленький КамАЗ это вот куда мы свалились. Это реально пропасть. Хорошо, что хоть там не улетел. А чё все так ползут? Вот. Кстати, ну, я думаю, что я сейчас восстановлю её. Где? Вон там вот. Почему? Потому что я только что проверил, у нас очень большие повреждения, и... Короче, это будет правильно. Сервис. 27, 16, 55, 44 и 6 процентов. Ремонт дешёвенький. Так, давайте, может, что-нибудь поменяем в нём. Например, кузов. Да? Хочется кузов поменять. С чем мы там не катались? С этой штукой мы не катались. Контейнер, может, прикольно будет, как думаете? Так, а кабину мы покрасим или нет? Можно покрасить такое, типа, Газпром, нефть, типа, мы там по каким-то дорогам... А, оплатить, боже, типа, мы по каким-то там дорогам с Сибири катаемся и... О, боже. О, всё нормально. И типа, везём туда продовольствие. Так, как её завести? А, всё, уже завёлся. Так, а что у нас вон там? Смотрите, там вроде бы как, типа, дорога. Типа. А, возможно, там стена, возможно, и нет. Так. Короче, сейчас поедем туда, посмотрим, получится у нас что-то или нет. Так, фары, наверное, ближний поставим. Как медленно крутит колёса. Я читал, кстати, комменты по поводу того, чтобы КАМАЗ поменять, но реально, магазин с транспортом очень далеко, их просто нет. Если бы было что-то рядом, в принципе, можно было бы купить, но мне кажется, что там помимо этого всего... Помимо этого всего... Так, спускаемся, отлично. Боже, ни черта не видно. Помимо этого всего... Чё у нас? А, возможно, он появится в гараже и придётся с гаража мне вот это вот лететь хрен знает сколько, чтобы туда как-то попасть. По камушкам тут катаемся. Смотрите, здесь вроде бы нормальная трасса. Можно лететь. Подумаешь, тут каточек, но и засыпано всё какой-то щебёнкой. Так, скорость руля здесь просто шикарная. Хрен успеешь покрутить его. Да и со спуска валит, смотрите как. 80. Летим. Надеюсь, прозрачной стены не будет, потому что дорога вроде бы куда-то в те края ведёт. Куда и обычная. Кстати, она на карте хоть есть? Нету. Ну и ладно. Не страшно. А, вот здесь по-любому сейчас что-то будет у нас. А я лечу до полного. До полного. До полного бака лечу я. А, вон съезд какой-то. А вон, кстати, фура наверх стоит. А вон дорога справа. Тихо, тихо. Ёб твою мать! Амммм. Аммм. Давай с дифом попробуй. О, с дифом ползёт назад. Ну, вперёд мы точно не выйдем. Я хочу хотя бы посмотреть, что здесь внутри. На крайняк мы сейчас просто полетаем, потому что, но... Мы не выйдем отсюда всё равно. Хотя, может и выйдем. Посмотрите, вон дорога. Жёстко я так слетел. Так, я ни черта не вижу. Давайте вид из салона. Погнали. Я даже сквозь контейнер могу смотреть. Где-то здесь была дорога. У нас 2% урон. В принципе, это копейки. Ну, я так понимаю, что туда наверх заехать, типа, невозможно. Типа. Так, давайте под наклоном ехать, чтобы ему было полегче. Ох, чёрт. Ну, туда я не выскочу. И сюда тоже. Короче, сейчас объедем. И... Вон там какой-то прицепик у нас светится. Слушайте, наверное, надо было в полуприцеп его переделать, да? Тогда какой-нибудь груз взять. Но я думаю, что в следующей серии, если я не забуду, мы этим, если что, в принципе, можем заняться. Так, здесь все едут, я так понимаю. Или нет? Что-то здесь нет машин. А, не, вон едут нормально. Короче, нормально прокатились. Всего лишь 2% урона. Где его посмотреть-то? F7. Да, F7. В принципе, всё чётенько. Всё реально чётко. Так, кстати, километраж я не запомнил. Вот здесь наш тоннель чудесный, который ведёт непонятно куда. Давайте до тоннеля поставим, а дальше посмотрим. 905 метров. Мне просто интересно, что там. Ядрить колотить. Шнобелем своему поролись прям в асфальт. Так, блокировку я вроде бы отключил, да? Насколько я помню. Давай, КАМАЗик, подтапливай. Горочка хорошая такая, затяжная. Так, всё, в принципе, приехали, да? Вон, смотрите, уже пару сотен метров осталось. Добро пожаловать в Т5. Вот просто остановлюсь, я хочу понять, куда это. А, я понял весь смысл. Я только сейчас догнал. Вы поняли или нет? Пишите в комментариях, поняли или нет. Короче, здесь стоит типа МАЗ. Мы типа, если будем на полуприцепе, этот участок достаточно сложный будет для нас. Если мы на какой-нибудь там шоссейной резине, там на каком-нибудь дафе, да? И он, по сути, нас может отвезти вот сюда. А здесь, помните, тоже МАЗ стоял. То есть, это если мы карту будем проходить в обратную сторону, то вот этой штукой нам как раз будет чётенько воспользоваться. Сейчас даже проверим. То есть, путь в один конец. Да. Вот так вот всё просто оказывается. А я что-то сразу не додумался. Мазгоу-то нет, да? Так, ну ладно. Раз мы сюда приехали. Здесь тоже, походу, интересный участок будет. Потому что, смотрите, вот здесь такой момент. Здесь. Причём здесь вот аж досюда. А здесь в обратную сторону. Ну, кстати, СТОшек достаточно много. Видимо, участки такие достаточно опасные. Но я какой-нибудь СТОшки по пути. Если я не забуду, и если сильно лететь не буду, я остановлюсь и сделаю из него тягач. Наверное, четырёхвостник. Потому что на четырёхвостнике нам как-то ехать полегче. Чё ты остановился? За магнитом все тянутся. Вот, возьмём какой-нибудь полуприцеп. Тандем сюда, я не знаю. Но можно было бы поставить. Но как-то... Я сомневаюсь, что он будет подходить под стиль нашего КАМАЗа. Поэтому... Не знаю. Реально не знаю. Лучше полуприцеп. А может, сделаем трёхвостник из него. Он реально станет короткий. Проходимый. Более... Как сказать, ему легче будет... Им, точнее, будет легче управляться. Боже, колья какая-то будто кто-то обоссал. Как по ней ехать? Главное, что трафику по барабану едут. Вообще, у них всё ровненько, чётенько. А я тут как на американских горках. Прыгаю туда-сюда, туда-сюда. Кстати, у меня такое ощущение, что я половину тоже насквоз проезжаю, нет? Не, подвеска отрабатывает. Мне кажется, после такой дороги нужно сразу менять всю подвеску. Слушайте, подъёмчик хорош. Смотрите, вот мы порожняком сдохли просто. Это не я затормозил, он сдох просто. Понятное дело, что это автомат. Тупит. Но всё же. Представьте, что здесь было бы с грузом у нас. Сейчас бы пылились, наверное, километров пять в час. И радовались этому, что мы вообще хоть как-то едем. Нужен ещё привод на прицеп. Интересно, такое бывает или нет? Так, а этот МАЗ в какую сторону? А, сюда, значит. Значит, дальше будет веселее. Потому что здесь, получается, по этой дороге типа со спуска проехать. Поэтому должно быть легко. Сюда. Видимо, там сейчас вот у нас должен быть спуск. Чтоб для тех, кто будет ехать в обратную сторону, был подъём. Причём как-то так. Нифига пошёл Рено, да? Сквозь землю. Вспахал там всё. 30 км в час. В принципе, ползём нормально. Уверенно. Давай, КАМАЗик. Боже, у меня какие-то подлагивания. Не знаю. Вот работает, работает. Потом раз, фриз прошёл. Дальше нормально. А, наверное, ком почистить. Да, вот видели, да, эти фризы? Может, это, конечно, карта? Боже, по какой у меня дороги ехать? Здесь натоптана и справа, и слева, и по центру. А Удюха вообще по встречке лупит. Аккорд, ой. Пасатика. Лупанёшь, нет? И стал такой, да, главное? А там дорога туда была или нет, налево? Или там не показалось? Наверное... Наверное, была. Наверное, была. Слушайте, здесь конкретная стройка идёт. Да? Натуре дорога. Можно было срезать. Чё я не срезал, непонятно. А он, кстати, груз. Так, а СТОшка здесь есть? Ни черта не видно? Наверное, нет. А может, и есть. Так, ну это у нас погрузка здесь. Фура стала, застряла там в говне. Боже, может, здесь даже придётся полетать, потому что там ближе. Невозможно приблизить. А что там есть, не знаю. Там, кстати, знак вопроса вдалеке был, по-моему. Куда ты летишь? Да куда ты навстречки-то? Ты чё творишь-то? Сейчас влуплю тебя. Наглый какой, да? А, ты с прицепом. Так, ну раз СТОшка здесь, давайте сейчас заедем. Сделаем... Из него сидельный тягач. И возьмём какой-нибудь грузик. Надеюсь, в нашу сторону будет. Сейчас вроде бы не подлагивает. Наверное, реально прогружалась вот эта вот местность. Конкретно налеплена. Так, меняем. Меняем. Шасси меняем. На что меняем? Так, ну... Привод какой у нас? 6 на 4. А тут 8 на 4. То же самое, просто колёс больше. Так что вот так вот. О, блин. Ну сейчас придётся колёса убирать заново. Вот зараза. Ну ладно. Так, чё у нас здесь стоит? КамАЗ-5. КамАЗ-2. Так, давайте. КамАЗ-5. Здесь КамАЗ-2. Дальше. Ступица наша. Сток. Сток. КамАЗ-5. Так. Сток. Сток. И... КамАЗ-5. Всё. Оплатить. Нет. Я ещё не закончил. Так, а чё у нас будет? Газпром нефть. Так и оставим. Или ещё другое. ТНК не хочется. Хаки тоже как-то. Лакуэл белый слишком. Оранжевый был у нас вроде бы. Какой-то красно-белый. Здесь совершенно другие цвета. Всё, закончились. Короче, так и оставим. А чё здесь, кстати, можно лепить? Вот здесь закрыть как-то это всё можно, нет? Нет. А, запаска. Безговики. Думал, седло можно поменять. Так, но впред... А, стоп. Какой цвет вообще выбрал-то? Лол. Газпром. Оплатить. Так, всё. Можно выходить. Давайте посмотрим, что здесь. Если что, вернёмся... Даёшь, нажал. Если что, вернёмся. Туда чуть повыше. Возможно, даже пролетим. Так, прямые перевозки. Угу. Ну... В смысле? Чё, так можно, что ли? А, нет. Я отсюда приехал. Так, значит... Значит, значит, значит... Этот груз нам не катит. Давайте тогда пролетимся. Как там летать-то? Сюда наверх. Чтобы далеко не объезжать. Посмотрим здесь груз. Возможно, он будет и в нашу сторону, а не обратно. Потому что они как-то так расположены по-интересному, что мне кажется, что вот как раз, вот чётенько. Думал, игру сломал, он просто исчез. Так, стекло, да, снова. И снова обратную сторону. Но... Нет, так нет. Найдём другое, что-нибудь себе. Правильно? Ох, нифига себе, пролетел. Так, карту пока что ставим. Всё, летим порожняком. Полнейшим. Просто полнейшим. У нас полуприцеп. Лететь сейчас должно быть вообще лёгенько. АК номера. Не знаю, где-то будет по пути погрузка или нет. Скорее всего, где-нибудь на ремонтах дорог. Вот из салона... Ох, зараза. Ну давай, задний ход. Чё ты тормозишь-то? Вот это я лупанулся там, да? Погнали. Вот из салона подлагивает, снаружи нет. А, нет, снаружи лагануло только что. Странно как-то. 1080 не тянет. Эту игру чудесную. Вот это мы лупим. Как на скачках на каких-то. Ах, твою мать! Вот это я кувыркнулся. Бах! Мне не ударил. Странно. 20% Ну там СТОшка есть по пути, заедем. Обратно возвращаться не будем. Но скорость, конечно, нам дала о себе знать. Да? Да, блин, короче, снаружи буду ехать. Снаружи не так лагает, как из салона. Из салона что-то вообще лаги какие-то. Это мы так? А, то сзади СКА не летит. Да что ж такое? Какой-то участок странный здесь. Мне кажется, мы снова СТОТку летим, да? Да, СТОТка. Дождь начинается, что ли? Или то мне показалось? Е... Да что ж такое? Че мне так везет? Скажите мне, пожалуйста. И дождь пошел. Дворники надо включить. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Убили наш КАМАЗ. Мы. Собственно. Лично. Да? Убили. Че делать? Восстанавливать будем сейчас его. Вот здесь. В 9. Поехали. Вот че такое? Че за машина такая? Рыношка. Офигеть, фары у нее там. Двигатель неисправен. Шикарно. Давайте себе поставим маркер до... До ближайшего СТО. Где-то вот, короче, здесь. Вот реально опасный участок. Но тут понятное дело, что первый раз я из-за скорости улетел. Меня швырнуло. Второй раз я налетел на эту кучу с каким-то говном. Естественно, убился на ней. В смысле? У вас новое сообщение? Че это... Скания влупила нас в зад? Как его прочитать? Ф8? Сообщений нет. Что происходит? Банк. Понятно. Жесть какая-то творится. Новое сообщение? Сообщений нет. Заходишь в скейп. Банк. Просто жесть. Боже, вот это колбасит нас. Да что ж его так ведет по колее жестко. Не, ну понятное дело, здесь колея-то конкретное. Но все равно. Это та игра как-никак. Скания и туда, и туда, и туда, и туда. Не может. Опа, фордичок сейчас себя накажет. Так, а здесь тоже стройка жесткая. Сильно лететь не будем. Кстати, он можно заказик взять, да, судя по всему. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в Т3. Значит, будет еще Т1, там Т2. Ну, это какой-то щебень будет сейчас. И тоже в обратную сторону. Да вы издеваетесь. Хоть один груз будет в мою сторону или нет? Что, я заглох? Или он так медленно нас дает задом? Добро пожаловать в дорожники Амур опять. Только что же было там Т3. Ой, перебор. Мазы, да, хитро стоят такие? Бабки косят по-жесткому. Он отожрет топливо столько, что гринеть можно. На, убил. Вообще река какая-то. Кран наш внизу стоит. Ну, в принципе, как всегда, да? Проехал. Просто проехал по тачке. Влупился в нее и проехал по ней. Водила явно там не рад. Чего у нас с эти фары не горят? Так, а здесь груз есть? Не видно, наверное, нет. Так, мы заглохли. Не, мы едем еще. Аккумулятор загорелся. И все. Он моргает аккумулятор. В принципе, больше ничего. Нифига там подъемчик. Давай, давай, детка. Поехали. Потихонечко, потихонечко. Я на механику переключаться не буду, потому что, блин, механика здесь неудобная ни хрена. В этой игре. Поэтому я не хочу на ней переключаться. А все, я уже не тронусь, наверное. Я трогаюсь. Давайте включим, наверное, диф. Я диф включил, по-моему, еще хуже стало. Че у нас коробка снова исполняет? Девятая была передача. Че ты творишь, водитель КамАЗа? Он с восьмой пытается тронуться. Ты че, идиот, что ли? Ёб твою мать. Конечно, мы не выйдем. С восьмой передачи трогаться, и с девятой. Это вообще, это как... Как ему такое в голову вообще стукнуло? Тут ручник нас остановит. Колеса передние просто осунутся, они не крутятся. Но тут только механика нужна. Только механика. Я просто даже не помню, на каких кнопках у меня коробка стоит. Ладно, давайте смотреть. Это бред полный. Так, кнопки, передача вверх, shift, control. Понял. Так, а как нам переключиться? Геймплей, да? Ой, нет. Секвентальная можно поставить. Да? Первая не тянет. Так, давайте, с какой он там? С шестой у него получалось все. Нифига, чернуху так развернуло. Давай, заводись, Камазик. Давай, давай, давайте, все получится. Боже, вот это жесть. А что с оборотами? Обороты на пределе, в принципе, давайте седьмую пробовать вытаскивать. Офигеть, он, кстати, даже и не остановился. На автомате сразу тормозит. Просто мы здесь хотя бы нормально раскрутили, а то там обороты разок скакнули и все. Здесь тоже обороты на пределе. Давайте восьмую. Тащи, Камазик, тащи, тащи, тащи. А почему он девятую не вытаскивал? То есть он тогда падал с девятой на шестую. Почему, интересно, проблема была? Давайте девятую пробовать. Вытащить, не вытащить. О, гребет на всю просто. Ни фига меня ведет как. Видно, да, по рулю? Нет. Давай, твою мать, заводись. Корыто долбанное. Пожалуйста. Но нет. Хидрить тебя налево. Прикиньте, если бы я с грузом был. Вы видите, что тормоза заблокированы просто. Я сейчас на ручнике качусь. Слушайте, как идея была. Я тормоз зажал, он остановился. Завелся, нет? Не может. Ну, давай. Погнали, завелся. Так, короче, на девятую так и будем ехать. Я не знаю, возможно, он перегревается и из-за этого глохнет у нас. Но другого выхода нет, нужно так валить. Главное, немножко выше подняться, чтобы я уже вниз не спускался. Но он до СТОшки уже пару сотен метров осталось. Уже просто мелочь. Сзади что-то там все черное в зеркале. Опа. Нет, думал подхватил Давай, 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 давай Ты сможешь Нет, только не сюда Мне сюда в эту сторону не нужно Бабах, все Нет Ой, а что он остановился? Мы же даже не врезались Нифига он резко встал, да? Слушайте, я думал подъем заканчивается Мне так казалось Из салона смотришь, вроде бы недалеко А снаружи посмотреть, там хрен знает Сколько еще ехать Блин, меня не вносит Тут вообще просто жесть Очень сложный подъем Очень сложный Вот я сразу вспоминаю Тут белый камаз тоже был Треххвостник И мы тоже в дождь не могли Выехать на горку И он тоже был убитый у нас Да, вроде бы Или мы просто выехать не могли Я уже не помню Но факт в том, что Ничего хорошего у нас не было Совсем чуть-чуть уже Он сейчас по-любому заглохнет еще на горке разочек Миллион процентов Но по ошибкам У нас только там Аккумулятор горит То, что я вижу Давай камазик Чуть-чуть осталось Чуть-чуть Все равно горка еще Давай Ты сможешь Даже видно Ключ крутится Первое, второе Положение И нулевое Мы же должны уже Своим входом доехать Давай Отлично Бах Проехали Офигеть Давай Ползи 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 Потихонечку Потихонечку Чтоб тебя Но тут я думаю Уже можно ему помочь Потому что Блин Это будет бесконечно Ф9 Энтер И ремонт Ну да Все убитое в хлам Друзья Думаю, что на этом мы закончим нашу серию Надеюсь, вам понравилось Не забывайте подписываться на мой канал Все ссылочки есть в описании под роликом С вами был Алекс И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok